Уже больше года в Каспийске на базе лицея номер 13 имени Расула Гамзатова функционирует детский технопарк «Кванториум». 500 ребят из разных школ города активно реализуют себя в точных науках по шести направлениям – химия, физика, биология, хай-тек, робототехника и электроэнергетика. Наши преимущества – это, во-первых, высококвалифицированные специалисты, которые применяют современные образовательные технологии. Во-вторых, это высокотехнологичное оборудование, которое у нас есть. В-третьих, тесные связи с ведущими вузами нашей республики. Благодаря этим преимуществам мы развиваемся, создаем новые направления и достигаем хороших результатов в «Кванториуме». Помимо этого, на базе технопарка проходят различные семинары и мастер-классы. Доброй традицией стал и обмен опытом преподавателей «Кванториума» с учителями со всех уголков республики. Как утверждает руководитель Марат Гусейнов, успешного функционирования данного дополнительного образования было бы невозможным без поддержки государства. Министерство просвещения Российской Федерации, которое предоставило нам оборудование в рамках реализации национального проекта образования, администрацию города Каспийска, управление образованием нашего города, директора лицея номер 13 имени Расула Гамзатова, которые оказывают нам поддержку и содействие в нашей деятельности. Дагестанский государственный технический университет, с которым мы сотрудничаем и имеем общий план совместных мероприятий. Совместно с Дагестанским техническим университетом «Кванториум» разработал учебно-лабораторное оборудование для школьного курса по физике. Учебно-лабораторное оборудование по физике для школьного курса физики разработано от механики до оптики по всем разделам есть, 12 установок, 24 работы, описание, все расписано, очень доступно, наглядные установки. Детям очень нравится и вместе при использовании этого оборудования гораздо легче понимать законные явления физики. На сегодняшний день идет активная работа над созданием проекта «Умная школа», который направлен на экономию ресурсов и помощь учителям в проведении занятий. Но главным достижением технопарка являются успехи воспитанников и педагогов. За время существования «Кванториума», это небольшое время, год и три месяца, мы получили несколько первых и вторых мест в конкурсах республиканского и всероссийского масштаба, а также победу в Олимпиаде по физике, проведенной среди школьников города Каспийска на базе ДГТУ. Нашей команде также удалось занять первое место в интеллектуальной игре «Наука рядом». Помимо этого, два проекта наших педагогов были признаны лучшими в области инженерных и естественных наук. Призером Олимпиады по физике на базе ДГТУ стал Арслан Али Абдулаев. По словам мамы, молодой человек всегда интересовался точными науками. И как только семья узнала об открытии «Кванториума», не задумываясь, Арслан Али записался на обучение в технопарк к Марату Керимхановичу. Вместе они занимались по физике, благодаря чему, конечно, он занял первое место в апреле этого года среди учащихся старших классов по городу Каспийску. Углубленное изучение и практика по физике в «Кванториуме» помогли золотому медалисту лицея Арслана Али в поступлении в Ростовский государственный железнодорожный университет. Брат молодого человека, второклассник Али Асхаб Абдулаев хочет пойти по его стопам. Мальчик уже проявляет интерес к точным наукам и посещает кружок. Младший у меня тоже любопытный, хочет пойти по стопам старшего сына. И вот я заметила, когда он остается дома один, ему очень сильно интересно бывает смотреть передачи научные, которые связаны с робототехникой, хай-теком. Потом мне приходится возвращаться домой после занятий или после работы, и ребенок подробности рассказывает, что из чего устроено. И недавно говорит, я хочу сам создавать что-то подобное. Вот благодаря чему я потом его привела и тоже записала в «Кванториум» на эти два направления. Надеюсь, что они принесут свои дивиденды, как говорится, и он будет тоже развиваться в одной из этих областей. Специализированные кабинеты «Кванториума» оборудованы всем необходимым инвентарем. Например, в классе «Хай-тек» имеется 3D-принтер, где ученики могут реализовать свой проект. В классе «Биологии» воспитанникам помогают в обучении цифровые микроскопы, а также цифровая лаборатория. Это частности по физиологии. Подключается к ноутбукам, либо к интерактивной доске. Запускается программа «Релиум», и все данные выводятся на экран. Как утверждает Марат Гусейнов, они не останавливаются на достигнутом и постоянно стремятся к развитию и воплощению новых проектов. Их цель – это вдохновлять и поддерживать новое поколение ученых и инженеров. Мы как подарок.